Максим Швецов Максим Швецов Динамис для меня это большой клуб, во-первых И я в нём с детства, поэтому для меня, да, это не просто, как говорится, эмблема на груди, а что-то больше 21-летний Максим Швецов дебютировал за Минское Динамо три года назад в Бресте Впечатления тогда, конечно, от трибун были такие, прям вау, потому что тогда много болельщиков, наши фанаты ещё тогда были И брестских было много, и мы тогда выиграли, очень были такие положительные впечатления в этой игре И сразу хотелось там больше работать, больше доказывать, чтобы больше таких шансов было Закрепиться в составе защитнику удалось уже при Сергее Гуренко Сергей Итальевич уже давно был с ним знаком, и до этого там в дубле Он мне дал шанс, давал шансы играть, это самое главное было для меня, и я ему за это благодарен, поэтому ничего плохого рассказать не могу Сейчас Швецов работает с Романом Гелепчуком Роман Михайлович тоже любит футбол такой низом, всё через пас, тренировки, всё с мячом практически, и даже на сборах мы не бегали Поэтому очень тоже нравятся тренировки, всё как бы через мяч, поэтому очень хорошие специалисты, и я думаю, что будем прибавлять в этой игре к игре Текущий сезон для «Динамо» складывается тяжело с подготовительного периода Да, конечно, хотелось какой-то определённости, но все профессионалы, все тренировались как могли, всё отдавали на тренировках и ждали, когда придёт тренер для начала, потом уже когда команда какая-то будет Потому что много на просмотр приезжало, и получилось, что игры у нас были такие тоже скомканные на сборах, особенно на первом в Турции И, ну, потом уже всё, уже начали приезжать, начали подписывать контракты игроки, и всё стало на свои места Возвращение фан-сектора – положительный момент для «Динамо» Каждый об этом и в интервью говорил, и везде, и между собой мы это обсуждали, то, что вообще совсем другой футбол, другая атмосфера Выходишь, играть намного приятнее, чем когда не было Конечно, там центральный тоже поддерживал сектор, но всё-таки фан-сектор-то немножко другое Поэтому очень было приятно, когда, особенно на первой игре, аж непривычно так было, аж такие мурашки по коже были Поэтому очень приятный тоже момент Швецов выходил центральным защитником в разных схемах и с разными партнёрами, но это большой опыт Да, конечно, каждый пытается где-то подсказать, где-то поделиться опытом своим И я вот в Яковом играю в паре, тоже очень помогает Где-то подсказывает, когда ошибки, где-то наброгерит, когда хорошо, тогда хорошо И поэтому очень комфортно с ним играть 8 июня молодёжная сборная начнёт новый сбор Максим Швецов, безусловно, лидер команды Михаила Мархеля Цель максимальная – это выйти из группы Понятно, что там непростая группа, но считается, что нам никогда не было легко Поэтому и в Юношеской тоже у нас были такие сложные группы, где нам уже говорили чуть-чуть там Ну всё, уже нет шансов у вас и так далее И как-то выбирались, поэтому будем играть от игры к игре И там посмотрим уже на выходе, что получится У кого из соперников самое мощное нападение? Отмечу Бреста хорошая линия атаки Там и Фомье, и Вачас Лаптев пришёл, и Милевский, и Савицкий, и Нихайчик Это очень коллективные футболисты для нашего чемпионата Поэтому считаю, что с Брестом, наверное, будет такая Именно для обороны очень сложная игра Впрочем, самый принципиальный соперник по-прежнему Батаре Дома мы в том году проиграли 1-0, хотя была равная игра И в Борисове тоже проиграли, к сожалению И это были такие непростые матчи и для них, и для нас Но, к сожалению, почему-то постоянно складывалось в последнее время так, что проигрывали Поэтому ещё больше этого хочется выиграть в этом году Но если вдруг в будущем Швецову поступит предложение из Борисова? Вряд ли Редактор субтитров А.Семкин